Полотно фрезерина или бумага на фрезере и потом нет? Нет. Полотно фрезерина на метро будет использоваться, на пол метро полотно бумажное. А, ну, так ли это и не? Чаще всего происходит так, если, допустим, для спинного винила фрезерина на определенном образовании подходит, то для горячего тиснения он уже не подходит. Нужно использовать какую-то другую фрезерину. Поэтому мы имеем, допустим, поставщиков несколько фрезеров. Для кухонного винила, например, бумага нужна определенного вида. Если бумага будет несоответствующего качества, возможно, например, залипание. В чем разница между полметра и метром, например? Метровая линия, она работает как некий такой комбинат, который засунул бумагу, точнее, бобилу бумаги, а она выходить, то есть ты ничего практически не видишь, как считает посты, коррекционные, на которых производится печать тиснений. Это все скрыто от вас. И просто уже на выходе выходит рулор, который запечатан, поставить этикетку претензий. На полметровой линии несколько иначе. Поэтому я, собственно, ее и показываю. То есть там начинает проходить тиснение, потом снова бобильно наматывается. Вот, точнее, печать, а потом снова она наматывается, а потом натиснение. Вот на этом этапе, если бумага это нервное качество, она может целиться. А так остался непротесненный. Пусть вы не протеснишь никакой. Казалось бы, метровая линия технологичнее и интереснее. Должно будет все так вот застроиться. Но вот этот вот момент, когда ты не видишься в процессе, он имеет свои плюсы, а имеет минусы. На полметровой линии контролер качества может на любом этапе поймать его. И откорректировать его. А на метровой сделать это невозможно. То есть он стоит уже на выходе, на конечном этапе. И то есть вот все прошло, и вот тут уделил брак, уже сделать ничего как нам нельзя. Вся партия вот этого. На полметровой линии он может, он знает, что это дизайн. Ну, чаще всего это вот с горячим тиснением, да, связано с полметровой. Сделать его сложно. В регистр попасть сложно. В цвет попасть сложно. От партии даже наверняка. Знаете, что? На каждом полонном номер партии. Все партии на заводе архивируются. Эталонный образец, это первый запуск партии. Он является эталонным. Перед запуском очередной он достается и сверяется. Попали в цвет или нет. Допускается отклонение на одну единицу цвета. По ГОСТу допускается на трех. У нас условия для работы и для производства жестче, чем в ГОСТе. То есть мы допускаем, контроллер качества допускает, только на одну единицу. Одна единица, чтобы вы понимали, она еле угодима для вас. Увидеть ее будет только профессиональный контроллер. Линия едет на скорости 80 метров в минуту. Трафаретные валы, с помощью которых делаем трех. Они имеют определенную степень износа. То есть на нем можно сделать, допустим, 30 тысяч роликов. Дальше его надо менять. Если вовремя не отследить, могут появляться какие-нибудь, как вы, наверное, могли бы видеть на браку. Да, выщипы какие-то, допустим, минимальные. Это значит вал износился. Он требует залет. Тесникные и покрасочные валы. Это та же самая история примерно, что и с цветоделением. Есть несколько компаний, которые специализируются на этом деле. Есть машинная. Вот смотрите как. Самые сложные валы для регистрового горячего теснина. Но это и понятно. Стамп сложнее рисунок. Он объемный, он рельефный, он детализован, он продуманный. Но и стоит такой вал. Понимаете, многие компании стремятся что сделать? Каким-то образом снизить свои заправки. Это логично, это понятно, это нормально. Это в конечном итоге отображается на цене. Такой вал теснины, его можно изготовить машинным искусством. Но у машины есть очень серьезный огрех. Во-первых, повторяемость хуже. Во-вторых, детализация, мягко говоря. Такой вал дешевле. Он проще, его перезаказывать проще. Теснильный вал, который сделала прочная гранировка. Повторить один на один практически не нужно. Эти валы хранятся как новорожденный ребенок с ней обращаются. Каждый вал в чехне. Каждый вал вот в таком толстом чехле. Переносить строго руками на определенных местах. Не дай бог этот вал кому-то уронить. Я говорю, стоимость такого вала может достигать 3 миллионов рублей. Саша, для выпуска одной коллекции сколько валов требуется? А теснильный вал требуется один. А печатные валы в зависимости от сложности цвета. И все-таки, Саша, где заказываются валы? За рубежом. Гравируются наручные? За рубежом. Делают корейцы, делают китайцы, делают улицы. А вы используете учащихся ученик? В зависимости от того, как у кого он учится. Кто готов задать. Иногда бывает такое, что мы показываем дизайн, и компании говорят, что мы не можем не сможем задать. На данный момент в разработке находится дизайн, вставляли 7 компаний различных. И потом уже берется оттиск и сверяется. Сравнивается, да. Достижимый эффект, что мы хотим. А сколько по времени гравируется этот вал, если он гравируется вручной? Это уже достаточно дизельный процесс? Да. От момента отдачи дизайна разработку оттиска до получения валов. Самые сложные дизайны делаются просто. А дизайны попроще, можно, ну, допустим, спиннинг или инкибируемые опухоли, да, можно сделать за длинности. Но, если мы говорим о горячем тиснении, это та техника, которая сейчас наиболее постепенно на рынке, да, вы лучше нас это знаете. Больше всего делается горячее тиснение в регистр? Ну, то есть вот там, где как раз служит специальный обратный блок. Почему идет запах от того? Хороший вопрос, ожидаемый. Технологический процесс в обойном производстве. Чаще всего, дайте я угадаю, запах вы можете ощущать на горячем снегу. На снег. Да. Но, еще всего он должен быть именно там. Разные фабрики используют разные виды ацетона. Ацетон, как любой химический растворитель, имеет определенные химические свойства. Это, естественно, запах и скорость испарения. Там, где слой винила толще, там ацетона требуется больше. Там, где его надо, чтобы он испарился очень быстро, его, естественно, с более резким запахом не используют. Когда происходит первый запуск коллекции, вот она первый раз в жизни производится, ее надо с печки очень быстро забрать, дабы показать керническую службу, чтобы она нашла ошибки. Мы с дизайнерами стоим и смотрим. Не ошиблись люди с цветом, попали или в регистр. Для этого нужно это сделать очень быстро, поэтому ацетон туда идет больше. И из этих же обоев, по сожалению, идет нарезка клиента, чтобы они посмотрели на цену. Поэтому они видят и ощущают его запах. При серийном запахе используется уже другой ацетон, который запах резкого, настолько резкого, не дает. Но он все равно есть, этот ацетон, для того, чтобы краска красоты. И у него ацетона есть две взаимосвязанные функции. Вот скорость испарения запаха. Чем острее ацетон, тем быстрее он испаряется. Чем меньше он пахнет, тем медленнее он испаряется. Но если мы говорим все-таки о претензиях от клиентов, я хочу вам сказать, что в прошлом году мы пригласили в государственный сертификационный орган, который выборочно проверил каждую партию в каждой технике и дал вывод в заключение на полном соответствии наших обоев государством с экологическим нормой. Саша, сколько линий на заводе сейчас? На полметре две линии и на метре две уже работают. Третья находится в стадии постановочных обоев. А скажите, другие бренды обоев, они размещают заказы на вашей фабрике? То есть вы только Элизиум их искали? Хороший вопрос. Говорите, как Элизиум. На самом деле здесь особого секрета нет. Просто не хочется, чтобы как-то предпризаторы относились, потому что у компании Элизиум есть свое имя определенное. И у этих компаний, которые у нас размещаются, тоже есть свое имя. Но здесь тайну сделать не получится. Я думаю, что вы на этикетках этой компании все равно увидите место продюсера. Город Берсик. Это компания Евродикор. И очень часто и забавно видеть клиентов, которые показывают обои Евродикора, говорят, видите, не пахнут. А я говорю, а вы на этикетках купите? Смотри, что написано? Город Берсик. И посмотрите на наш, тоже самое. Это говорит о некоторых, на самом деле, стереотипах. Ну, я могу вам сказать, какие коллекции, вроде конкурсчатые клиенты. Это Бамук. Коллекция, коллекция Камни. Коллекция Тионы. Коллекция Дольче, которая успешно заведена в Нюрваме, Лен. Великолепно продается. Нет, мне жалоба на запах нет. Удивительно. Потому что, видимо, это непосределитель. Это две дома коллекции Меню и коллекция Плиточки. Вот эти коллекции. Компания Rush. Позапрошлый месяц попросила нас произвести тоже для себя две коллекции. Они, правда, были требующие делегации. Как раз, что удивительно. Мы думали, что раз будут вас просить провести кухню. Потому что, ну, не секрет, что в кухонном линии два и неизвестных рынков. Это, вообще-то, производят все. Мы очень тщательно работаем над каждым дизайном кухонном. Потому что мы любим их изготавливать. Мы любим их натуральности. Ну, мы его тоже выработаем дальше. Увидите, как менялись дети. Вот мы покажем ранней наши экзаменные пакеты и нынешние. И вы увидите, в чем между ними разница, как они изменились, как мы воспринимаем их. Но при этом, Раш, на наше удивление, попросил горячий синий. Метровая горячий синий. Вот интересно, будет жаловаться. Я не скажу, какая коллекция. Но коллекция очень интересная, очень диспективная. Я думаю, она будет очень хорошо продаваться. И не с запахом жаловаться, а не будет. Потому что здесь не будет. А вот когда происходит печать других производителей, других компаний, они покупают сами свои волы? Конечно. То есть они покупают волы, ставят эти волы на Ваши обороты? Совершенно нет. Сырье наше, да? Сырье наше, да. Из лин и краски. Флиз наше, краска наше, лин наше. Руки наше. Мы покупаем. Вплоть до того, что они не закажут ничего. Они вот только эту форму у меня дали вам. Все. Дальше. Они просто нам бросают формат этикетки, которую мы сами печатаем. Коробку, которую мы тоже сами привозим. Все. Пошло к ним. Мы не оставляем себе. Нет, мы оставляем себе. Мы просто смотрим, как показать. Ну и что-то для себя. Каждое тиснение, оно подникальное. Это факт. Не все это видят, не все знают. Даже. Ну мы имеем возможность здесь, да, подсмотреть что-то у них. Но фактически это никакая большая секрет между производителями. Потому что очень серьезно здесь приходится на серьезную кооперацию, можно производить и увидеть. Ну что мы о них спробуем? Они по нашей линии находятся. И мы при Германии здесь тоже. А по поводу замыть, вы сможете много седьмых же делать? Да. Нет желания. Ну у них это же европейский формат. У них это рынком востребовано. У нас есть возможность на одной полуметровой линии делать седьмые. Нет, ну просто есть вообще нет. Нет. Посмотрите, технологическая возможность 0.7 у нас есть делать. Ну, если будет массовый запрос, да, и... Но он очень столько массовый. Это просто у людей, да, стереотип, что 0.7 это Италия. Да. А сейчас ценник такой на Италию. Италия с модель хорошего. Да. В седьмом сегменте развиваетесь, да. 0.7. А если еще по цене? Стринуть внизу. Смотрите, мы работаем с... По сравнению с Италией. Я в письме, в любом случае цена будет сильно выше, чем на 5-й метр. И на письме почему? Потому что стандартный ширинный рулон, который приходит в флизах, он метр десять. И остаток, конечно. Придется остаток небольшой списывать. Вы же делали на бумаге. На бумаге. Причем высокой плотности. Ну, они молодцы. На флизе тоже есть. На флизе тоже есть седьмые. И, опять же, и бумага, и флиз все метр десять приходит. Бумага потом, чтобы 0,53 получилась, она режется наполам. И уже она, когда ее мусор проходит, там, где тиснение пошло, дальше стоит аппарат, который срезает шов слева-справа. И вгоняет уже в окончательный размер. А сколько евро рулонов в год выпускает фабрика? В сутки наша установлена установочная мощность тридцать тысяч. План на этот пункт и плюс евро рулонов. А в России продается всего евро рулонов? Есть у вас такая статистика? Сколько завалов? Вань, я тебе сейчас не скажу. Я скажу так, доля импорта, она не более 15%. Большую часть занимают федеральные сети, такие как ОМИ, РАУТА, 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 РАУТА. Но эта доля не составляет даже 50%. Большой объем у нас реализуется через специализированную розницу, через опыту.